ассалам алейкум всем привет мои милые девочки мы вот у нас уже обед уже поставила готовить голубцы сейчас залью их кипятком только дождалась чайника они как приготовятся сварю макароны и собираюсь самих пойти на море потому что считаю что нужно и все-таки подышать свежим знаете воздухом и так болезненные все быстрее уйдут чем просто сидя дома вот все равно спала до часу дня первый сон был до часу дня это слишком поздно поэтому нужно выйти выйти нужно обязательно скажи что что кушать хочешь как думаете где же мы оказались конечно же мы пришли на море на самом деле я вообще не позвонила мадина и сказала что у него болит живот я конечно же готовила вот дома кушать и пошла за мадиной и что вы думаете я туда пришла зашла с ней в туалет я подумала что может быть она сидит я подумала может быть она просто стесняется настю там да ну как бы а у нее вчера живот болел поэтому я как бы поверила что у нее живот болит с ней пришли туда короче в туалет зашли и она никакие дела свои не сделала сказала мама я тебя обманула просто хотела пойти домой я конечно же ее там оставил потому что у меня сейчас еще логопед через два часа и и потом все забирать домой потом вести обратно к логопеду я тоже не хочу делать не больше ничего поэтому оставила ее там сказала в это наказание тебе что-то меня обманываешь я говорю переживала за тебя отвезела меня вот так вот уже столько можно сказать обманула поэтому девочки что за тумане все вы видите сзади меня какой туман резкий мы сейчас приходили его не было прям резкий причем туман ужас даже чем это связано не знаю в общем один оставила там сами пришли сюда посидеть захотелось ее пофотографировать потом нужно в магазин будет сходить короче девочки а здесь такой воздух классный знаете прохладный ветерок а вот туда чуть-чуть за дома зайти уже такая жара хорошо когда рядом море хотя даже не море большое озеро но все равно вообще круто здесь очень просто чтобы вы понимали какой туман намечается вот видите пол дома уже не видно сейчас мы приходили вот уже видите туман просто откуда он идет вот здесь тоже уже дома перекрывает море тоже нормально не видно мы того что приходили все было нормально кстати девочки очень много мусора у нас такие свинюшки тут девочки вообще почему нельзя просто взять и за собой убрать всякие банки склянки мусор салфетки шприцы ужас вот вообще просто не берегут свою природу то такая красота девочки кстати очень много тины очень много тины сейчас море цветет поэтому как бы так скоро прям лето жара девочки можно будет купаться в махачкале конечно сразу говорю лучше не купаться ни на каких пляжах все равно грязно а вот ехать на душевка списка я прошу прощения я извиняюсь просить чем-то занята сами чем-то занята если с ней спросить что ты делаешь а пока я здесь болтаю значит она у меня сыпет на себя песок потом будешься в песке да да будешься потом в песке круто чего могу сказать взорова веселись отдыхай живи на полную катушку скажу мама лопаток мне не взяла да вот еще хотела сказать еще из новостей то что у меня как бы происходит в жизни это возможный переезд возможно переезд потому что там что-то хозяин сомневается не хочет там то ли молодые семьи брать хотя ну я очень ответственно всегда отношусь к оплате квартиру потому что сама ее сдают и как бы понимаю что это такое вот и возможно в течение недели он даст ответ и если он согласен будет мы съедем но вчера сейчас здесь фото приложу у меня открутил сломалась просто она изнутри проржавела вот эта крутилка для холодной воды которая закручивает кран она просто отвалилась хорошо что я в это время мылась и закрывала эту холодную воду и она только тогда отвалилась когда я получился воду перекрыла но закрыла да так бы если бы я не закрыла оттуда был кипяток хлистал потому что ну не знаю почему вот почему-то оттуда кипяток идет если даже горячую воду включать поэтому сейчас ванной вообще никак пользоваться нельзя только если поливать себя из ведерка из раковины в ванной набираешь вверх и короче так моешься вот так мы со вчерашнего вечера и сказала я это хозяйки квартиры и сказала и конечно же что возможно мы до 10 числа съедем и она такая говорит ну что мне теперь делать давайте до 10 числа ждать узнавать ну думать останетесь вы типа или не останетесь если вы останетесь то тогда эти по починю этот кран если вы не останетесь то тогда типа ну зачем что я смогу сделать говорит а нам еще как бы неделю здесь жить да ну как бы чудо отношения вообще думаете это нормальный подход к своим квартирантам блин вообще я в шоке просто как бы у меня двое детей извини меня этому крану уже 150 лет потому что у него вот этот вот сам кран вот это да он у нее тоже ломался то что там пипец какая ржавчина была он просто отвалился со временем и все а сейчас еще вот эта крутилка отломалась и и сам вот этот душ которая лейка он тоже уже наладан дышит вообще просто знаете это как тогда с тараканами типа мне же они типа ей же они не мешали а мне мешали но типа за свой счет и траве ну как бы чё я могу сделать вот это вот ее любимая фраза потом по-любому надо съезжать а там квартира двухкомнатная девочки вот реально сделайте дуа как можно больше чтобы у меня получилось переехать в эту двухкомнатную квартиру она конечно простая но ничего я могу там обои переклеить в детской у себя обои поклеить в комнате и будет очень круто ну потому что во первых она двухкомнатная комната будет у детей комната будет у меня ну короче вот так хозяйка это вообще очисток после этих слов типа хочу я могу сделать ну мне плевать останетесь не останетесь если не останетесь тут типа ну и ладно если останетесь то тогда ладно я может быть и сделаю этот кран я как бы ты заплатила за эти 10 дней вот с 1 по 10 число что я сказал что мы будем жить а потом сказала 10 числа уже посмотрим если останемся я еще типа 10 вот такие новости чтобы вы делали в моей ситуации очень интересно смотрите уже насколько туман я две минуты болтала уже туман половину дома перекрыл кстати вон дети купаются видно вам будет или нет просто посмотрите ледяной воде купаются в ледяной воде родители я в шоке просто я в шоке вода реально ледяная и это место не предназначено для купания здесь просто огромнейшие камни чуть-чуть не туда зайдут башкой ударятся и и все их унесет очень опасно здесь здесь общение для купаться здесь просто огромный булыжники не такие типа камушки он поплыл я в шоке просто вообще может конечно не без родителей пацаны такие лет 12 очень опасно что пока тем да а ты себя пакостишь по что играешь сами ушка вас ты играешь на кого она похожа сами посадили меня на маму она похожа из мультика корпорация монстров на эту девочку которая в комнате никак не пугалась на этих монстров вот так да вот такая машина биби скажи бог куда едешь москву сами куда едешь что иди походи по песочку почему больно что ли для ножек полезно будет иди походи иди по песочку походи давай так аккуратно аккуратно спускается идеи это кто голуби да кстати зашла сейчас купила самике вот такие сандали прошлом блоге видели до что она у меня в кроссовках ходила у меня никак времени не было зайти купить ей нормальные сандали вот такие вот шоколадки взяла с этой штучкой специальной пятка стоячая вот так пришли мы домой взяла я сразу клубнику и намыла ее потому что сами у меня над душой стоял и очень просила вот такой вот контейнер клубники у нас 200 рублей клубника сладкая конечно где-то кисленькая но в основном сладко попадается две вот таких вот шоколадки взяла чеченскую колбасу сметану молоко вот такой хлеб вода у нас была сыр взяла голландский морковь картошка яблоки и мой любимый зеленый лук девочки его очень люблю вы только посмотрите как эта девочка у меня кушает эту клубнику просто заглатывая да очень вкусно скажи вкусно вкусно вот она вообще клубник очень любит мадина не любит сами очень любит клубнику вот эту всю тарелку сами готова сама слопать ладно иди в комнату говорю кушай не марай здесь ничего идеи маленький гном доброе утро еще раз мы на утро проснулись сейчас 9 утра и подумали чё сидеть дома мультики смотреть вот этим зайти пылью дышать решили выйти на море посидеть а тут представляете уже второй день как я замечаю что купаются ну вот мальчишки как и вчера да и дети маленькие дети прям уже в купальниках там четыре года вовсю уже купаются а сегодня уже у мади на выходные лагеря суббота воскресенье ноги мочит но вода очень холодная ну как очень холодная неприятная но мади не пофиг ну и как видите до пацанам там детям тоже вообще все равно очень много вон видите туристов видно что они туристы по ним видно прям заметно что туристы лежат загорают купаются 1 мади на убери его кто-нибудь наступит и разобьет себе ногу порежу чуть-чуть пофоткала их на память вот я например даже не знала что здесь можно купаться вот там может быть ко мне конечно на той стороне нету но вот здесь с той стороны вот видите даже там в море торчат огромные камни что даже в море зайти нельзя песка нету просто одни камни вот здесь вроде как чуть-чуть песочек но не знаю там вывеска было что купаться нельзя как летом будет летом интересно здесь будут купаться если здесь безопасно то это даже лучше можно про вообще вот две минуты дошел и купайся себе от души потому что знаете прошлом году нам ездить на пляж приходилось мадина не заходи так глубоко этот пирожок боится воды ты боишься водички до боится она чуть ноги помочила и все и ходит вот здесь мы сидим сами уши что ты делала аккуратно аккуратно обойди его воде побежали за мадинкой побежали бежим девочки я просто я вот в начале видео да только говорила когда мы на море вчера сидели что сделайте дуа чтобы у меня получилось снять квартиру и знаете где я сижу я сижу в нашей квартире которая только что сняла наконец-то двухкомнатная девочки двухкомнатная квартира альхамдулиля что наконец-то получилось в эту квартиру заехать и я это будет наверное мая заключающая такая болтовня в этом видео просто я вот каждый раз убеждаюсь насколько мои подписчицы самые лучшие девочки вот просто самые лучшие все мои квартиры которые я находила это было благодаря моим подписчицам например ту на пятом этаже мы снимали да когда от родителей съехали это тоже камила подписчица моя подсказала которой квартире мы сейчас живем это получается в магазин есть у нас во дворе там была девушка работала она как бы этот магазин это ее был продуктовый и вот она мне подсказала что снимают вот соседнем подъезде да и мы туда заехали а эта квартира двухкомнатная здесь жила моя подписчица тоже да с которой я очень хорошо подружилась нее тоже двое девочек мадина спасибо большое что вы отсюда съехали как бы это не звучало да но они в общем уехали в село и будет сейчас жить там уже и вот они с города уехали получается эта квартира освободилась и спасибо большое вот сейчас и встретилась хозяином он тоже представляете вот за эту двухкомнатную квартиру всего 16 тысяч просит он говорит у него еще махачкале есть одна квартира еще в это еще где-то он сдает квартиру короче он в этих в этой квартире не нуждается как бы да и на ему как бы денег хватает поэтому он много не берет а в этой однокомнатной квартире который мы сейчас проживаем я плачу получается 15 тысяч 15 тысяч за однокомнатную при том что еще такая хозяйка типа мне ничего не надо и я у этого сейчас хозяина спросила говорю вы не против если я обои переклею потому что я как бы здесь на длительный срок но на несколько лет точно и хочется сделать детскую и там в нашем в нашей комнате в зале получается да у себя в комнате тоже хочу обои переклеить он сказал мне от сестра я не против он такой очень верующий вот я очень рада девочки просто я безумно рада здесь кондиционер в моей комнате кондиционер стоит как раз таки это очень хорошо потому что дети не будут болеть короче я хотела прямо в этом видео сказать мадина большое тебе спасибо что и с хозяином поговорила я конечно же это я лично тоже все сейчас скажу позвоню точно напишу вот просто если бы не мои подписчицы честное слово в махачкле бы я бы наверное очень долго и стал искала бы квартиру тем более еще такую недорогую она знаете такая недорого богата квартира да ну такая обычная простая квартира без всякого пафоса но обычная комнатная квартира тоже на редукторном в этом же короче районе где мы и живем сейчас просто чуть поближе к мадениным занятиям здесь до мадениных занятий идти буквально две минуты фикс прайс поликлиника все вообще в двух минутах от меня так что девочки я очень рада я даже не думал что это будет так быстро я думала числа 10 наверное мы только съедем да если получится с этой квартирой вот короче я ему оплатила уже можно наконец-то собирать вещи и переезжать сюда конечно тяжело что расула нету может ну не знаю брат воюрный которого я могу просить помочь он конечно же в киз в этом в кизельурте живет вряд ли он сюда соскочит ради этого может быть и соскочил бы честно но мне неудобно просить поэтому на ему короче грузчиков соберу вещи пойду сейчас просить коробки в магазине потому что мне в течение пяти дней надо уже с этой квартиры с которым в которой у нас сейчас вещи нужно съехать и еще там убраться и кстати еще мадина спасибо что ты здесь навела порядок здесь просто чисто здесь я думала сейчас приду останусь уберусь и начну уже дома в мам-лафе сестра двоюродная там прокомментировала как пост мы думала буду сейчас убираться и все и потом начну вещи собирать и заедем но не пришлось тут чисто вообще просто шикардо спасибо огромное вообще работы даже никакой от меня не требуется главная вещь собрать приехать вот потому что когда вещи перевезем я здесь понятно да такую пыль протру полы помоя потому что мы на топчу а так здесь чисто мне даже не верится я месяцев пять наверное хотелось сюда переехать потому что вот моя подписчица не должны были чуть раньше уехать отсюда так получилось что они задержались до лета и вот наконец-то это свершилось просто я очень рада очень рада сейчас заболтаю с вами и пойду вам сразу этот рум-тур сниму покажу до квартиру в следующем видео вам завтра выложу вот после этого видео короче ждите завтра рум-тур переезд вот сейчас меня уже будет много так что скучать без меня не придется вот работа сейчас будет много переезд все дела вот наконец-то уже в поликлинике всех врачей кстати сами пройду потому что мне было лень мы некоторых врачей так и не прошли а тут больницы под боком можно хоть каждый день туда ходить причем с удовольствием вот короче вот я капец как рада буду с вами на этом прощаться пойду сниму рум-тур и пойду домой искать коробки собирать вещи паковаться собираться и потихоньку переезжать потому что завтра настя с модиной идут на занятия но настя же там работает и особо мне помогать будет некому и я буду этим короче всем одна заниматься сегодня хотя бы там по мелочи в коробке может что-то сложу так потихоньку знаете в течение двух-турых дней пособираю и за раз уже когда все будет собрано переехать пойти туда все помыть и все так что девочки всем пока а салам алейкум и до новых видео я пошла собираться